Рассказ основан на реальных событиях. Не рекомендуется слабонервным людям. Шаги в коридоре. Эту историю рассказала мне почти что случайная знакомая, кратковременная подружка, небескорыстно проведшая со мной буквально несколько часов. Наташа. Назовем эту девушку так. Трудилась медицинской сестрой в не очень веселом учреждении. В детской реанимации. То есть, реанимация вообще заведения далеко не оптимистическое, а уж детское. Привозят детей по большей части никому не нужных, брошенных, доведенных до последней стадии истощения. Лежат эти дети под капельницей на аппаратах искусственного дыхания, а вось оклемаются и смогут дальше жить. Ну, хотя бы немножко пожить. Законы по этой части очень суровы. Пока не будут соблюдены сложные правила, пока не пролежат дети определенное число дней и часов под капельницей, на дышащих за них аппаратах, отключить эти аппараты нельзя. Дело это дорогое, даже и очень дорогое. И тем более дорогие препараты, которые вводятся в вену заведомым трупом. Но государство идет на этот расход. Не дай бог, реаниматологи нарушат инструкции. Если нарушат, их могут обвинить чуть ли не в убийстве. И себе дешевле строго следовать даже самым идиотским инструкциям. Так вот и лежат в реанимации рядом с живыми детьми существа, из ран которых давно не сочится кровь, на коже которых проступают трупные пятна, а в пробитых головках видно, во что превратился мозг. Не буду описывать подробно, но вещество это становится зеленого цвета. Уже достаточно? Так что, как правило, на лестницу относят уже заведомые трупы, даже и с соответствующим запахом. Почему на лестницу? А потому что именно лестницу приспособили под этакий промежуточный филиал морга. До самого морга далековато, и когда наступает время снять с аппарата давнего и заведомого покойничка, ребенку связывают ручки и ножки и относят на лестницу. Там очень холодно. Место вполне подходит под морг. А утром создание, которому так не повезло, уносит в настоящий морг. А с другой стороны, иногда на лестницу попадает и живой ребеночек. Бывает и случайно. Приняли за покойничка и отнесли, не соблюдая всех инструкций. Ведь препараты и аппараты все-таки очень уж дорогие. А бывает и совсем иначе. Скажем, привозят чудовищно истощенного ребенка, девочку трех месяцев от роду. На всем тельце чудовищные язвы, потому что пьяная мать таскала ребенка попрошайничать. А вот перепеленать не считал необходимым. Всякий раз находились у нее более важные занятия. Да и подавали побольше, если ребенок плачет жалобнее и видно искалеченное тельце. Добрые люди ведь не очень понимают, куда пойдут их сердобольные подоения. А тут не убереглась мамаша. И даже в тихом городке с населением менее ста тысяч человек, где транспорта мало и ездят машины небыстро, ухитрилась стать жертвой дорожно-транспортного происшествия. Ее саму мамашу грузовик вдавил в стену дома и превратил в груду мяса и костей. Жалеть ли о ней? Если не лицемерить, то вряд ли. А вот ребенок со страшными травмами угодил все-таки не сразу в морг, а в детскую реанимацию. И через несколько часов ребенок умер, что опять же, если не лицемерить, тоже к лучшему. Нарушая все и всяческие инструкции, врачи стали снимать младенца с аппарата, убирать капельницу. И вот тут-то послышался плач. Ребенок слабо засучил ножками. А теперь давайте оценим ситуацию. Глухая ночь. Никто ничего проверять никогда не будет. Ребенок, зачатый в пьяном виде, неизвестно зачем родившийся на свет. Нет, ребенок, который в любом случае не вырос бы психологически нормальным. Девочка, которой, если она и выживет, придется ампутировать обе раздавленные ручки. Читатель вправе иметь собственное мнение по этому поводу. Но я уверен, врачи приняли правильное решение, связав ручки и ножки еще шевелившемуся со зданию и отнеся его на лестницу. Это жестоко. Не в большей степени, чем жестока жизнь. И не в большей степени жестоко, чем обречь ребенка на дальнейшее существование. Почти дебилку, наследственную алкоголичку без обеих рук. Это безнравственно. Наверное. Но ведь вязали существо ручки и ножки и несли его на ледяную лестницу женщины, у большинства которых есть свои дети. Я не берусь быть нравственнее матерей, если они решают, что этому трехмесячному существу лучше не оставаться в этом мире. Наташа, повествуя об этом эпизоде своей трудовой деятельности, сказала. Говорят, все реаниматологи после смерти сразу пойдут в ад. А еще дежурящие в реанимации по ночам часто употребляют спиртные напитки. Я подозреваю, что дело тут вовсе не в маленьком удовольствии, в развлечении на скучном дежурстве и не только в сугреве. Дело в том, что в реанимационный зал ведет длинный сводчатый коридор, в который не выходят никакие окна и двери. Надо так и идти метров 15 по этому длинному, но очень ничем не освещенному коридору, соединяющему реанимацию и остальную клинику. И вот в этом коридоре порой раздаются шаги. Может, это главный врач вас проверяет. Хочет узнать, пьете вы на рабочем месте или ведете себя нравственно. Наташа кокетливо смеется. Хм. Бывает, заходит врач. Его сразу слышно, как только он ступит в коридор. Поэтому его проверки не страшны, пусть себя проверяет. Пока он идет, мы сто раз бутылку уберем. Нет. Это совсем другие шаги. Они глухие. Тихие. Иногда даже думаешь, а может, мне это мерещится? А может, и правда мерещится? Нет. Эти шаги слышат сразу несколько человек. Даже бывает, говоришь кому-нибудь, мол, слышишь шаги? А подружка и сама слышит, независимо от тебя. Так что, вот. И шаги эти не только тихие и глухие. Понимаешь, они бывают разные. Иногда топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Как будто малыш бежит годик в трех. А иногда как будто семилетний. В общем, как побывавшие у вас, так сказать, клиенты, а? Да, 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 да. Как побывавшие. Но связи прямой нет, сразу скажу. Нельзя сказать, что вот кто побывал, того шаги и слышны. Шаги ведут к реанимации? Ну, вести-то ведут. Ну, никогда не бывает, что привели. Так и затихают шаги в коридоре. Все тише, тише, тише. И... Конец. Совсем их не слышно. С шагами врача, как я понимаю, эти шаги никогда не соединяются. Хм, правильно понимаешь. Врач врачом, а шаги эти шагами. Появляются шаги, кончаются шаги. Сами по себе. Врач тут ни при чем. Если мы несем кого-то, ну, на лестницу выносим. Это тоже другие шаги. И вот никто ни разу не пытался в коридор выглянуть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Наташа уже изрядно приложилась к белому мартини. Это начинает сказываться и на ее поведении. Вот сейчас она подпирает руками растрепанную голову. Тыкается зрачками в мои зрачки. И расплывается в откровенно нетрезвые улыбки. Ха-ха-ха-ха-ха. А ты приезжай к нам и приходи в коридор. Погуляй навстречу шагам, он. Не, ну, звуки-то звуками. Неужели ничего так и не видели? Неа. Нам и шагов вполне достаточно. Я потом еще раз вернулся к этим шагам на лестнице, когда мы уже расставались, но не узнал ничего нового. То ли Наташа не хотела говорить, то ли сама не знала ничего, кроме рассказанного. О ее настоящем имени и городе, в котором раздаются шаги в коридоре, уж простите, я сообщать не буду. Но подозреваю, что нечто подобное можно отыскать и в реанимациях других городов. И не только сибирских, конечно. Автор неизвестен. С любовью и уважением к слушателю читал Костя Суханов. Спасибо за поддержку. Продолжение следует...